Миша, сюда иди быстро! Я сейчас одета в том, что мне дали соседи, люди неравнодушные. То есть у вас даже ни куртки, ни сапоги? Верхняя одежда вся сгорела. До вчерашнего дня многодетная семья Алексеевых жила вполне счастливо. Муж, торговый представитель, жена, стоматолог, четверо детей, большой и уютный дом. Но в один момент все это исчезло. Вечером супруги почувствовали едкий запах дыма с веранды, открыли дверь, и в дом хлынуло пламя. Мой муж пока пытался закрывать дверь, но обгорели у него руки, получается. А мы повыскакивали в окна. Я с двумя детьми с одной комнаты, и муж мой успел двоих детей спустить в окно, тут уже соседи прибежали. Выпрыгивали буквально раздетыми, соседи откатывали машину, на руках уносили детей в дома. Трагедию супруги наблюдали на улице, стоя босиком. В суете и панике Елена не могла сосчитать своих детей. Я как бы в ужасе, в панике в это окно пыталась залезть сама, но там была уже такая гарь. Я прям почувствовала, как на меня села эта гарь. Я поняла, что там бесполезно сюда. Потом мне соседи сказали, что все мои дети там. Только когда дети оказались в безопасности, глава семьи понял, что обгорел. Сейчас он в больнице с ожогами 25% тела. Елена молится, чтобы муж не остался инвалидом. С этого окна отец моих детей спустил двоих оставшихся, которых я не видела. Соседи тут же прибежали, приняли двоих детей и унесли к себе домой, потому что дети раздетые были абсолютно в маечках. Причин пожара они не знают, как и что теперь делать. Дом даже не был застрахован. Одежду и крышу над головой дали небезразличные люди. Пока нигде не живем. Дети сейчас мои находятся здесь по соседству, у друзей. Сейчас вместе с родственниками она ходит по пепелищу, надеясь найти хоть что-то уцелевшее. Никита Коробенков, Дарья Ситникова, Батр Халматов, телекомпания «Оригус».